Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогие друзья! Рад приветствовать собравшихся на традиционном деловом форуме представителей правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран БРИКС. Форум действительно играет большую практическую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, укрепление кооперационных связей, расширение прямого диалога предпринимательских сообществ, причём не только во масштабах нашего объединения, но и в более широком глобальном измерении. Ведь участники делового форума БРИКС представляют интерес существенной и наиболее динамично развивающейся части международного экономического сообщества. Напомню в этой связи, что в наших странах проживает более 3 миллиардов человек. Формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций. А суммарные международные резервы государственных РИКС составляют порядка 35% мировых. Поэтому весьма актуальной, на наш взгляд, является и тема нынешнего форума – углубление делового партнёрства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития. Важно и то, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами, такими как обеспечение устойчивого развития мировой экономики, сохранение её открытости, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, зелёного роста, модернизация промышленности и выстраивание новых транспортно-логистических цепочек. Россия поддерживает проект «Пекинской инициативы», принимаемый по итогам форума, где подтверждён настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую тесную совместную работу по всем упомянутым направлениям. Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики. Свободной торговлей, неприкосновенностью частной собственности проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. При этом постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов, происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И всё это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идёт в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучие населения, по сути, всех стран. Как результат, проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые фельхозпродукты. Важно, что, несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах. Так, товарооборот Российской Федерации с государствами «пятёрки» по итогам первых трёх месяцев текущего года вырос на 38%, до 45 миллиардов долларов. Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке. В свою очередь расширяется российское присутствие в странах «пятёрки». Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государство БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии. Совместно с партнёрами по БРИКС ведётся разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков в стран «пятёрки». Идёт расширение географии и использование российской платёжной системы «МИР». Прорабатывается вопрос о создании международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран. Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки. Подчеркну, стратегия России неизменна. Укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готова работать открыто со всеми добросовестными партнёрами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов. В ходе выступления на завершившемся на днях Петербургском экономическом форуме уже подробно говорил о наших планах по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе иностранного. Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и дали работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие. В целом хочу отметить, что в России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами. Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам. Российское государство прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы. Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка. Запускаются новые программы льготного кредитования. Вводятся налоговые и таможенные послабления. И, конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надёжных международных партнёров и, в первую очередь, на страны БРИКС. Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдёт в Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы. В заключение хотел бы выразить уверенность, что работа делового форума нашего объединения будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей стран пятёрки. И, конечно, хочу поблагодарить председателя КНР господина Си Цзиньпина и всех китайских друзей за организацию нынешнего форума и пожелать его участникам успехов и всего самого доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует...